Царь Небесный Господи, просим Тебя, благослови наши занятия. Не допусти нам уклонения ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Господи, пребудь с нами и в этот вечер. Сохрани же нас в любви друг к другу, в единомыслии и согласии по Слову Твоему. Тебе же славу осылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Римлянам послание Святого Апостола Павла, 6 глава, 20-21 стихи. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне, сами стыдитесь, потому что конец их смерть, толкование. Когда вы жили в пророках, отчуждены были от правды, тогда вы не подчинялись ей, вовсе не хотели служить ей и сами освобождали себя от нее. Поэтому и теперь, служа правде, не подчиняйтесь греху. И какой плод имели вы от нечистоты? Никакого, кроме бесчестия. И что говорю бесчестия? Имели плодом смерть, потому что конец их смерть и телесная весьма часто, и душевная всегда. Но от смерти вы избавлены благодатью Христовую, а стыд еще остается не без пользы. Ибо теперь вы стыдитесь грехов тех. Вопросы? Римлянам 6, 22-23 Толкование Вопросы? Не сказал возмездия от Бога, но дар. Ибо никак вознаграждение или воздаяние за труды вы приняли, но все то произошло от благодати во Христе Иисусе, ибо все совершено им. Вопросы? Глава 7, 1, 2, 3 стихи. Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом мужу выйдет за другого, называется прелюбодейцем. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцем, выйдя за другого мужа. Толкование. Оставив нравственное учение, возвращается к догматическому и доказывает, что слушатели его не должны уже оставаться под законом. Закон, говорит, как и вам известно, имеет власть над человеком, доколе человек остается в живых. Ибо на мертвых он не простирается. Так и вы умерли для закона, и потому он не имел уже, наконец, власти над вами. Так намекает на это в начале, а далее говорит об этом с иной стороны. Именно. Когда умрет муж, то жена имеет власть сочетаться браком с другим. Здесь мужу уподобил закон, а жене слушателей своих. Затем надлежало сказать, следовательно, братья, закон не имеет власти над вами, ибо он умер. Но апостол не сказал так, чтобы не огорчить иудеев, но представляет умершую жену, то есть самых иудеев, которые потому пользуются двоякой свободой. Ибо если жена свободна от власти закона, когда умрет муж ее, то тем паче свободна она, когда умерла сама. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Толкование. Если вы умерли, то не состоите под законом. Ибо если жена по смерти мужа не подлежит ответственности, то тем паче свободна она от иго закона, когда умерла сама. Заметь, как мудро доказывает, что сам закон хочет, чтобы оставили его. И так и вы освободились от закона телом Христа, распятого за нас. Ибо тело для того и умершли, но, чтобы вы умерли для закона и были под властью другого, за вас умершего и потом воскресшего. Ибо закон не живет уже после того, как умер, а Христос живет и после того, как умер. Так что вы не имеете власти отступать от Него живущего. А какая польза от этого? Да приносим плод Богу. То есть, чтобы от того брака, в котором сочетались мы с Христом, рождать нам Богу детей, то есть добрые дела. Вопросы? Римлянам 7.5 Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Толкование. Доказывая, что закон нисколько не помогает нам в избежании плотских страстей, а только показывает их, говорит. Когда мы были в плотской жизни и в худых делах, то в членах наших действовали страсти греховные, обнаруженные законом и узнаваемые через закон. Не сказал, что члены производят пороки, дабы не дать место обвинению плоти. Ибо душа есть как бы музыкант, а члены гусли. Если музыкант играет дурно, то и гусли издают дурные звуки. Итак, когда мы состояли под законом и не могли избежать страстей, то рождали смерти дурные дела. Вопросы? Римлянам 7.6 Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Толкование. Чтобы не огорчить иудеев, не сказал, упразднился закон, но мы освободились от него, то есть отрешились, освободились, умерли и стали мертвы и неподвижны по отношению к той привязи, на которой держали нас. А привязь это есть грех, ибо на нем держались мы как на цепи. Умерли же мы для греха, чтобы служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. В древности добритель была трудна, потому что Адам получил в седьмом теле свое множество, простите, Адам получил в смертном теле свое множество природных недостатков. А теперь благодатью Христовой в крещении природа наша получила помощь от духа, который соделал нас новыми и юными и освободил от ветхости и немощи буквы. Поэтому во время закона девство было редкостью, а теперь в церкви тысячи благочестиво ведущих девственную жизнь. То же самое следует сказать и о презрении к смерти. Вопросы, дополнения. Все понятно, да? Дальше читаем. Римлянам 7.7 Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил, не пожелай. Толкование. Закон не есть грех, но указатель греха. Ибо я не знал бы пожелания, если бы закон не говорил, не пожелай. Как же, наконец, случился потоп? Как сожжен садом, если до закона не знали, что пожелание есть зло? Знали и тогда, но тогда пожелание не было усилено, и потому познавали его не с такой обстоятельностью, с какой стали разуметь его, когда дан закон. Первоначально знали пожелания по одному естественному закону, но впоследствии и по писанному. Почему и стало оно поводом к большему наказанию? А это произошло не от научения закона, но от беспечности, не внимающих предписаниям закона, что показывает апостол и далее. Вопросы. Римлянам 7.8 «Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв». Толкование. Не сказал, что закон произвел пожелание, но грех, который по златоусту есть беспечная и испорченная воля. И дьявол, ибо его некоторые разумели под грехом или склонность к удовольствию и стремление к худшему, самое научение закона употребили во зло. Несправедливо было бы обвинять врача, который больному горячкой, готовому непрестанно пить воду, не дает пить, и тем усиливает в нем желание пить, ибо дело врача запретить, а не пить должен сам больной. Так и закон имел в виду научением отвлечь человека от похоти. Но грехолюбивая воля усилила пожелания и произвела не одно, но всякое пожелание с напряжением делая зло. Ибо когда кому-нибудь воспрещают что-либо, тогда он более неистовствует. Неистовствует. Итак, грех, когда обнаружится, когда закон был нарушен. Итак, еще раз. Итак, грех тогда обнаружится, когда закон был нарушен. Ибо без закона грех мертв, то есть не почитается существующим. Когда же есть закон, предписывающий должное, то грех живет, то есть существует, и представляется грехом тем, которые приступают к закону, грешат сознательно. Вопросы. Римлянам 7.9 Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил. Толкование. Да Моисей говорит, я жил без закона, почему и подвергался не строгому осуждению. Здесь в лице себя, разумеет, природу человеческую. Но когда пришла заповедь, то есть обнаружилось, что грех есть грех, ибо хотя люди грешили и прежде, однако не сознавали того. А в этом-то и благо закона, что он сделал людей сознающими, что они грешат. Слова «я умер» понимает двояко. И так, согрешил, и так, сделался повинен большему наказанию. В чем виновен незакон, но тот, кто внемлет ему? Представь, например, кто-нибудь болен и не сознает, что он болен. Потом приходит к больному врач и открывает ему, что он болен, и что ему следует воздерживаться от такой-то пищи, как усиливающий болезнь. Больной не послушался врача и умер. Вопрос. Тут я расширить немножко хотел. Пожалуйста. Я вдруг, просто некоторые не понимают, когда говорит апостол, что грех был мертв без закона, а когда закон пришел, отжил, это не значит, что греха не было до закона. Это он этим самым просто показывает, что грех был невидимый. То есть человек, когда закона не было, человек грешил и не знал об этом, потому что не было закона. И то есть он говорит, как-таки, грех был как бы мертвый, как бы. А когда закон пришел, он проявил, то есть он показывает, то есть человек может осознать теперь, что он грешит. То есть и грех ожил для него, как бы для этого человека. И теперь уже, соответственно, он видит, что он грешит. Это вот апостол Павел об этом говорит. А не то, что его не было греха, а потом он появился. Просто его не было видно. А закон его указывает, подключает. Указывает на этот грех. Ну да, пример на больном очень ярко показывает, что пока человек не ходит в больницу, вот, он считает себя здоровым. Пришел, поставил ему диагноз, рак легких. Сделали флюорографию. У тебя рак легких, тебе нужно бросать курить. А я не хочу бросать курить, я здоров. Человек умер. Так он до этого курил, он грешил или не грешил? Конечно, грешил. Ну а здоровый он был или больной? Конечно, больной. А кого он чувствовал себя здоровым? Не потому, что закона вот этого диагностического центра не было. А он же, ну как сказать, он же сознавал, что он вредит своим легким, наверное. Ну а тут уже конкретный диагноз, рак, флюорография вскрылась. Вот этот закон, это вот что-то вроде вот этого врача, который ставит диагноз больному. Так же вот и закон Моисеев. Не убей, не укради. А до этого что, не убивали, не прелюбодействовали, не крали? Да убивали и крали, и прелюбодействовали просто. Не было закона. И грех грехом они не называл никто. Да, это как раз тут сухие, когда они работают, высказывание, незнание закона не освобождает от ответственности. Да. Да, и совесть, совесть она всегда человеку, не знающему закону, как вот говорит, а как вот и проповедана будет сей Евангелие, а сей тварь, а как там он где-то там на необитаемом острове, там, в далекой, в далекой, там, Африке, там, ним же не проповедана. А как они, не зная закона, что с них спрашивать, туда никак Евангелие не привезешь. Как они будут судимы? По совести. И сейчас дьявол хочет, чтобы никто не знал закон, чтобы грех никак не просвещался. То есть всячески скрывается и в Писании, и вообще понятие о грехе, чтобы греха не было видно. Почему он никак не проявлялся, вот как все мы из грешной жизни, то есть жили в грешной жизни, как все. И для нас не было греха. А когда мы узнали о законе Божьем, мы поняли, что мы последние грешники. Нам также закон указал на это. Значит, не закон виноват, что мы грешники, а мы сами виноваты по своей свободной воле. И не нужно закон обвинять. Христос пришел не нарушить закон, но и исполнить. Вот и все. А то потом начинаются споры, что да, это было в Ветхом Завете. Теперь новая мы новая тварь. Можно теперь бриться там. На сестре родной жениться там или на матери. Это же не написано в Новом Завете. Что этого нельзя делать. Это в Ветхом написано. Вот что-то упразднено. Из Ветхого. В частности, он жертвоприношение животных. Христиане это не делают. Оно указывало на Христову жертву. Но об этом в другой раз мы поговорим. Сейчас благодарим, Вячеслав. Идем дальше. Римлянам 7.10 Но вот эти вот слова, а я умер, они раньше толкования тут, видимо, вот к этим словам относятся. То есть, надо понимать, что а я умер, это значит, а я согрешил. Вот. То есть, еще вот в другом контексте. А я согрешил, и таким образом заповедь, данная для жизни, положила мне к смерти. То есть, он сделал, или, а я сделался повинен большему наказанию. И таким образом заповедь, данная для жизни. Для чего же заповеди? Чтобы жить, и жили люди, не убивали друга, не противоподействовали. То есть, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Толкование. Не сказал, заповедь сделалась для меня смертью, но послужила, объясняя тем необыкновенность и странность такой несообразности. Цель заповеди – вести к жизни. Для чего и дана она. Если же произошла из того смерть, то виной этого не заповедь. Ибо меня обольстил и умертвил через заповедь грех. То есть, стремление к худшему и испорчено и грехолюбивое сердце, а лучше сказать удовольствие. Ибо если бы не было заповеди, показывающей грех, то я и совершающим грех не почитался бы и не был бы повинен наказанию. Ибо слово «умертвил» следует понимать о том и другом, и о грехе, и о наказании, как и выше сказано в слове «я умер». Вся сущность мысли апостола такая – когда нет закона, то грех не вменяется. Когда же пришел закон и нарушен, то грех обнаружился и ожил. Так что через нарушение заповеди грех, то есть обнаружение и состояние греха выступает, тогда как прежде он и не существовал, и не вменялся, потому что и закона не было. Поэтому закон сам по себе не был причиной греха, но он не мог и освободить от него. Так что вследствие этой немощи закона мы возымели нужду в благодати. Кто желает расширить, может быть, и этот стих, или уже понятно все и так? Мне кажется, тут надо разбирать. Давай, давай. Ну вот у меня почему-то, ну вот чтобы более, может быть, понятно было, ассоциация, вот, ну, закон, закон, но все, мы почти все имеем автомобили, ездим по дорогам, у нас есть правила дорожного движения. Вот не было бы правил, и на красный ты проехал, и ничего бы тебе за это не было, ну, нет правила. А раз есть закон, есть правило, проехал на красный, все, штраф или лишение прав, там я сейчас не знаю, сколько это стоит. Вот я проеду на красный, но я не, если я не знаю, допустим, что нету этого, этих правил, я проеду, меня остановят, он меня оштрафует, я скажу, я не знал, такой, как же ты не знал-то? Вот они правила, вот ты права-то получал, ты же сдавал экзамены. Или купил ты права. Ах, купил, ну, давай тогда сюда права, все, лишили прав, все, больше ты не ездишь. Еще раз поймаем, в тюрьму посадим, машину заберем. Так же и здесь, то есть, когда, то есть, не сами заповеди виноваты в том, что их нарушает человек. Не сами правила дорожного движения виноваты, что их нарушают водители. А давайте уберем правила, да и все, никаких нарушений не будет. У меня такое желание, вот ночью бы вот убрали бы эти светофоры, для кого они светят? Ну, все спят. Я стою на красный, никакого пешеходов нет, я стою. Неохота, чтобы ночью этого закона не было, и не было бы. А ночью соблазн, ну, раз нет, на красный пролететь, ну, нет уже никого, все же спят. Однако, если я пролечу, и меня остановят, но это, меня все равно штрафуют. Соблазн велик. Так же и здесь, появился закон, появился и соблазн нарушать этот закон. Как говорят, запретный плод всегда сладок. Поэтому не виноват запретитель, а виноват тот, кто хочет нарушать этот запрет. Я понятно объясняю? Да, понятно. Ну, вот тут вопрос все равно у меня. Вот говорит Феофилат, может даже Игнать Тихон сейчас ответит. Вот он говорит конкретно. Ибо если бы не было заповеди, показывающих грех, то я совершающим, то я и совершающим грех не почитался бы. Ну, понятно. И не был бы повинен наказанию. Ну, вот вопрос. Когда не было закона, заповеди не убей. А были убийства, не вменялся этот грех или вменялся? Как это понимать, это место? Вообще, как понять это место? Это место, что говорит Феофилат? Ну, надо задать вопрос, а кто судьи? Понимаешь? Кто? Есть исполнительная власть, законодательная власть. Но если нет закона, и нет закона не убей. Как тебя за него к ответу призовут? И кто призовет? Если в земной жизни рассуждать, ну, понятно. Ну, вот грех, понятно, он был. До закона грех есть уже. Ну, то есть, вот до закона, который дал Моисей, грех-то так и так был. Но вот закон его проявил. И стало понятно, где он, как он. Ну, вот он был, но несет наказание человек ли за то, что он не знал? Вот за этот закон. До закона. Ну, конечно, ну, как? Ну, вот здесь он говорит, что... Вот я это и говорю, что здесь написано. Вся сущая смысл такая, что нет закона, то и грех не вменяется. То есть, не вменяется. То есть, человек согрешает, но он не вменяется. Так что ли получается? И вот Сергей привел пример, что ночью горят светофоры. И, мол, отменить это все, и не будет преступления. И как же, наоборот, бы все посталкивались, если... Ну, нечаянно, вот две встречные едут и столкнулись, не было бы светофора. И что, не наказали бы их? Да. Если нету светофора, там другое правило. Если у тебя автомобиля нет, что ты лезешь. Ночью зачем светофор, когда там на одной стороне главная дорога, на другой уступи дорогу. Если две равнозначные дороги, то помеха справа по правилам. И все. Зачем ночью светофор? Я имею в виду, чтобы убрать на ночное время. Я один еду, там у меня нету помехи, вообще никого нету. Мне зачем стоять, кого-то ждать. Днем есть смысл светофора, ночью этого нету. Пешеходов нету, а я стою на пешеходном и жду две минуты. А пешеходов нету. А если бы был пешеход, так у меня знак стоит. Пропусти пешехода, я обязан его пропускать. Если он есть там, я не буду его давить. Я же не идиот. Это все равно знак, все равно правила. Да, я имею в виду, что конкретно правила светофори убрать, а не вообще правила ночью все убрать. Меня неправильно поняли. Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их интерпретировали. Понятно, я к тому, что светофоры, впереди-то речь шла о светофорах. Зачем светофор, если нету, некого пропускать на этом светофоре. А если кто-то и появился, то другое правило действует. Пропусти пешехода. Но его без светофора надо пропускать. Всегда. Ну а зачем пешеходу красный загораться ночью, когда этих пешеходов-то и нету вообще, и машин мало-то. Кого там регулировать-то, если никого нету, все спят. Сами разберутся, пешеход с автомобилем без всяких светофоров. По другим правилам. Так, ладно, отвеклись. Значит, недоумение в том, что люди-то грешили, но грешили, понятно. Они и в ад все и шли, потом Христос их вывел все оттуда. Но были праведники, которые не грешили, им совесть говорила, что не нужно убивать. Каина Авеля убила, Авель Каина не убивал. То есть, такой вот ответ можно дать, что до закона грех был. Но человек, согрешавший этим грехом, ему вменялось это не по закону, а ему вменялось по нарушению совести. То есть, вот так получается. Да, да, да. Игнати Тихонич говорит, совесть первичная и Евангелие. Как первичная и Евангелие, нас же будут судить по Евангелии. Потому что была сожжена совесть, стал писанный закон. Евангелие там, или 10 заповедей, но разницы их особо нет. Потому что Евангелие оно не... Другое это описание, это объясняет получается просто. То есть, в этом это об одном, а в другом уже объясняется, что у кого нет закона, тот по совести уже судит. Да, и там же мы раньше читали, не обрезание, не вменится ли ему в обрезание, если он не обрезанный, то есть, он к народу Божию никак не причислен, он не иудей. Но он правильно живет. Не вменится ли ему это в обрезание, то есть. Если человек не крещеный, то он заповеди соблюдает. И 10 Моисеевых, и 9 Блаженств. Так не вменится ему, что он... Если он знал и сознательно, вот как сектанты, они, допустим, все заповеди соблюдают, а в церковь не пойдем креститься, не пойдем, потому что поп там не нравится, что он не постится, например, или там, сребролюбивый. Или еще что-то придумает. Или вообще, один посредник, это уже ересь. Неучись еретиков, гений угнал. Ну, во всем остальном-то они не нарушают, если бы они это исполнили. А если они не могли исполнить, допустим, крещение, не могли принять силу, допустим, ну, других обстоятельств. Ну, папа там не было, церкви не было. Ну, как же их Бог осудит-то, если они в любви к Богу жили, а они чувствовали его, не имея закону, через творение рассматривали и понимали, и благодарили Творца, и любили людей, так же, как самих себя. Ну, как их Бог осудит, за что? Так, ну, еще вопросы, может, или что? Слав, ну, давай, спрашивай, может, Игнать Тихонич? Он здесь, рядом. Ну, он слышал, если что-то мы не туда, то скажет, мне кажется. Игнать Тихонич, мы туда или не туда? Ты меня, Сергей Павлович, спрашиваешь, как Иисус на вене явился кто-то, а он не знает, сразу замечу. Ты наш или я от супостата? Он говорит, кто? Сними лопу в твою. Вот таким голосом ты меня спрашиваешь, что я не знаю, кто я. Так вот, я сидел, не сидел тут, рядом был, и слышал, как он беседовал. Ну, думают, выйдут они или не выйдут на истинный путь-то? Действительно, и вопросы хорошие-то. И когда Вячеслав-то ответил, я Володе сразу говорю, надо же, не ожидал, я говорю, развязки-то. Так и сказали. И Сергей сразу его поддержал. Меня это сильно порадовало. до Евангелия был закон совести, и по совести судили, не писанный закон был. Это в человеке написано. Учитывая, что раньше Моисея никто не писал, ничего не было, зато вот говорят, а эти годы, так кто писал? Мы можем подсчитать, это почти 3000, 2000 с лишним лет, когда закона не было. Так что рассуждение здесь абсолютно верное. А закон, который не в совести. Совести, вот так, допустим, мы загораживаем где-то от коровки и натянули проволоку. Хоть колючую, хоть какую надевай, корова не видит, в природе этого нет. Надо привязать то, что природное. Как проволока натянута, привяжи на нее какую-то жерк, пусть маленькие, коротенькие жерк здесь. Так и здесь. Ты должен привязать к чему-то. А к чему? Вот так вот дали. Кирпич повесили, проездили. Сейчас только я ездил, а сейчас меня до вокруг объезжают, я к Калаби домой. Почему? А они вели специально повески, чтобы отстраховать. Такое бывает. До завтоза, то есть до этого кирпича, не менялось это, я ездил. А почему здесь запретили? А потому что здесь пупки, говорит, живут. В министерстве люди, чтобы они не шумели, спать не мешали. Мне так ответили в окружении. Это говорится не о том, что в совести закона быть. Закон, написанный в совести, не требовал бы написания. А его тут не усилили, а он уже был. Поднимитесь, Игналь Тихонич, повыше. А про кирпич в законе ничего не написано, как про эту проволоку. Вот это рассуждение ваше подошло к развязке. Совершенно правильно рассуждали, ну, концовку надо сказать. То, что в совести. В совести нет, что проезжать тут нельзя. Дорога хорошая, а спать хороший. А знак, который теперь, он уже вошел в закон. Его там зафиксировали, в Гаи, и где там ДПС. Так вот это, вот убей, и прочее. И тогда оно было греховно, потому что совесть протестовала. Не желай ближе, еще и тебе не желаешь. Этот закон у нас написан. Вот и все. Я рад за вас. Ну, и мы рады, чтобы рады за нас. Все. Идем дальше. Римлянам 7.12 Посему закон свят и заповедь свята и праведна и добра. Толкование. Здесь весьма явно заградил уста макрианитов, манихеев, симониан и всех осуждающих Ветхий Завет, ибо ясно провозглашает, что закон свят и заповедь свята и праведна и добра. Различает же закон от заповедей как общее от частного. Ибо в законе одно составляет догматы, а другое заповеди. Итак, и догматы закона святы и заповеди касательно деятельности святы и праведны и добры. Следовательно, они суть законоположения благого и праведного Бога. Хотя упомянутые еретики и богохульствуют, что закон происходит от злого Бога. вот здесь бы тоже бы хотел остановиться. Хотелось остановиться. Мне встречались такие люди, которые вот эту ересь подцепили эту бациллу и говорят, что вот ветхий завет это злой завет. ну и действительно читаешь там одни убийства, особенно феминистки любят это все. Ой, там женщину вообще ни за что не считали. Это ветхий завет, я с ним не согласна. вот мне вчера женщина позвонила, спрашивала телефон Голубевой Сульяновска поэтесса. Вот и она чуть ли не плачет. Мне откровение как раз в канун праздника Божьей Матери, что раньше то через жену то все умирали там женщина а сейчас через Дева Мария она реабилитировала весь род женский откровение у нее и она такая счастливая много ли женщины для счастья надо что вот теперь мы такие же как мужчины теперь и в этом заслуга Богородица она была раньше у протестантов протестантов протестанты как известно вообще Богородицу не почитают она такая же грешница да и ну и осуждают православных что такое вот почтение такое и владычица ее называют ну и что Богородица спаси нас спасает только Христос вот да и аминь но тут надо понимать что она нас спасает своими молитвами и в это не верить тоже неправильно написано и ублажать меня будут все роды за что протестанты говорят что она такая же обыкновенная грешница такая же да не такая в грешницу дух святой не войдет вот и она сразу ее все заслуга в канун праздника да будет мне по слову твоему а перед этим то она противилась как сие такое будет разве я мужа не если я мужа не знаю ангел я сказал дух святой найдет и она немало даже не раз думает да будет мне по слову твоему все вот и вот в этом мы должны вот ей за это ее почитать да будет мне по слову твоему чтобы нам господь не сказал со страниц библии мы как богородица как чистая преснодева должны ей вторить да будет мне по слову твоему потому что верующему все содействует ко благу все и его еще в пример можно ставить бог дал бог взял никогда не возроптал а вот жена ему начала его в сторону уводить его жената прокляни бога и умри по-человечески и жалко было мужа конечно он мучился столько что стоило проклясть бога умер и отмучился вот тебе и первая эвтаназия однако Иов не пошел на это он ей ответил ты рассуждаешь как одна из безумных неужели мы будем только за доброе славить бога а за злое не будем а зачем за злое же славить а вот то что и вера то что вслед за вот этим злым придет обязательно доброе вслед за зимой обязательно будет весна вслед за падение будет восстание вот и все сразу становится на место и том что бог для тебя злое не попустит то что для тебя даже как злое на данный момент бог это обернет доброе да да сколько раз убеждался казалось бы так несправедливо поступили но потом раз и все это к твоему прославление прославлению божию вот по ветхому завету тоже вот те кто ветхий завет отвергает они отвергают непосредственно христа его слова и всех апостолов которые всегда ссылались на писание это много у меня которые и притом они ссылаются только на ветхий завет то есть если отвергать человек ветхий завет то он априори отвергает и новый завет хотя может это и сам не знать о себе да я не знаю ты не смотрел еще в чат рулетки там один ролик тоже один мужчина такой высокомерный про ветхий завет такой ветхий завет отрицаете ну вот ему надо все вот это свое показать да без ветхого не было иного ну вообще это логично но и все равно дальше потом надо свое я показать свое как бы это рано говорит вам еще заниматься словом божьим учиться так век живи век учись обучая других учишься сам я вот вас учу сам думайте не учусь что вместе с вами сижу за партой столько времени вот поэтому да если вам попадутся люди которые говорят да вот ветхий завет это злой бог а новый завет добрый бог ну тут надо как раз это место писания вспомнить давайте его вспомним римлянам 712 вот я его сейчас выделю посему закон свят и заповедь свята и праведна и добра вот этим местом писания прям ну обычно я говорю если со мной такие еще христос не нарушить пришел закон но исполнить если он этот закон был плох вот зачем же христос тогда его исполнял другие скажут так он же нарушал суббота же нарушал чего ответим это не значит что суббота плоха суббота образно указывал на воскресенье воскресный день мы должны идти в храм прославлять бога также не должны работать она осталась это они думали что он нарушал он не нарушал на самом деле субботу да ну а почему им казалось что он ее нарушал что он делал исцелял больного разве это нарушение ну а они отвязывали козла или вала там если он упадет то есть и не считали за нарушение дело в том что смотря какое толкование ты это западе отдаешь я имею в субботу они же там было еще свое толкование сколько это шагов надо делать в этот день что что можно что нельзя но в этом то весь ишло да комара отцеживали верблюда поглощали субботу говорит на корабле плавать нельзя по воде а наоборот можно можно да по воде а на лошади нельзя он грелку с водой раз себе под одно место и все а я по воде натурили лукавые лукавые народ был я вспоминая когда сыну читал этот ветхий завет папа да как господь терпел этот народ но не такие все хитрым ужас а вот господь избрал чтобы нам показать чтобы мы не были походливы на злой как они были походливы еще этот у меня хочу рассказать историю как раз по теме у меня вот на учебе там один преподаватель он физкультуры там в сельской школе и рассказывает вот у них школа сельская там 85 человек директор там был ей в этом за 60 лет такая женщина прям боевая там ребенок не придет в школу она за ним едет его тащит звонит сразу то есть работала будь здоров в итоге назначают какого-то молодого только что университет закончил молодого директора ставит его глава района назначает школу все а ее учительницы ну а ему там 23 года что ли уже директор все поставили кто-то там нормальный пожаловался естественно приезжает комиссия оказывается нельзя быть директором если три года по закону если ты три года у тебя нет педагогического стажа ну и все приезжает проверка проходит там глава видимо района получил что еще но в итоге все он не может быть директор мы все нашли выход из закона теперь он не директора и о исполняющий лукавые делатели чё сказать такая вот все игра тихо несколько раз говорит священники в семинарии учатся для того чтобы оправдать любое беззаконие язык прекрасно неправда то есть вот я до этого думаю это гиперболы когда я первый раз это услышал думал игнотик просто усиливает это чтобы донести какую-то мысль а это сейчас я понимаю что это не гипербола а вот действительно так и есть в полном смысле слова прям полу так действительно именно там так так и учат две буквы поставил его и все и вопрос задавайте написано с маленькой буквы злого бога это лукавый в каком месте в конце это стиха 712 она вот вижу да от злого бога вот это да следовательно они суть законоположения благого и праведного бога хотя упомянутые еретики то есть хотя они суть то есть они это догматы закона ветхого закона они святы вот святы и добры то есть они от бога ветхий завет то есть следовательно они то есть вот эти заповеди ветхозаветные суть законоположения благого и праведного бога скажем богов и его хотя упомянутые еретики и богохульствуют что закон происходит от злого бога ну да злого бога с маленькой буквы два слова они говорят что не может добрый бог нового завета писать вот такие вот злые догматы а в чем они злые то в том что не убей не укради не прелюбодействовать что теперь можно убивать воровать и прелюбодействовать что им кажется этим еретикам и ибо они дела суть плоти известные не плотские люди еретики им не охота эти заповеди божьи заплюдать они дети дьявола поэтому они богохульствуют и не на эти заповеди они являются все ветхий закон сейчас мы новая тварь взяли попрились блудодейная ересь они в духовном будет называя злым богом истинного бога который ветхий завет автор ветхого завета они его злым называют он злой бог сейчас добрый бог сейчас все можно можно бриться можно не поститься можно да все можно новая тварь мы как ангелы на небесах если вы как ангелы такой вообще тогда не питаетесь ангелы же не питается что же вы тогда по три раза на дню лопаете то не ешьте и все будьте как ангелы нет мы бороды побреем уподобимся бесплотным ангелам сами при этом женатые по несколько раз ну как ангелы такие вот и не эти еретики да здесь злого бога но можно из большой буквы то есть они ну как сказать вот виктор савченко говорит иисус христос вчера сегодня и во веки тоже то есть христос помазанник божий он же и ветхом завете был он воплотился просто здесь отец сын и святой дух они были всегда троицы единосущные не раздельно но сын стал видим в новом завете в образе Христа пришел до этого он был невидим и он был добр и в ветхом завете но в ветхий завет он был где-то водителем ко Христу к тому чтобы бог открылся до этого не открывался людям видимым образом вот и законы были детские такие барашка за грех кололи ну как ты человека убил а барашек виноват ну вот так вот для детей для детского возраста человечества эти законы были нормальные а сейчас нет сейчас мы взрослые то есть человечество повзрослело и сейчас иные законы более суровые бог не добрее стал а наоборот если тогда наказывались то не тем ли паче сейчас когда такая благодать преизобилует Христос прошел впереди вас первенец из мертвых примером показал и вы имея на глазах такой пример все равно грешите да как же вам не стыдно несовестно но Вячеслав про злого бога может быть ты как ну веритики они что надо у веритиков спрашивать как они его за дьявола него считали ну как надо у этих спросить кто он манкриониты манихеи симониане то есть они осуждали ветхий завет они как в чем они осуждали значит они осуждали значит он на дьявола наверное так они и говорили да они не может один и тот же бог и ветхий завет написать и новый вот этот стих еще да Виктор Савченко только подумал как раз он его и дал нам сейчас я его зачитаю Евреям 13 8 Иисус Христос вчера и сегодня во веки тот же так и дальше у нас идет Евреям 10 глава с 26 по 32 стихи ибо если мы получив познание истины произвольно грешим кто мы в этом мы новозаветные христиане то не остается больше жертвы за грехи но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожать противников вот это добрый новый бог нового завета да да он и тогда был яростный и сегодня яростный 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 ко греху он не может быть не яростным ко греху 28 стих если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью это ветхий завет злого бога далее новый завет как бы они думают ну новый это сейчас добрый бог там у нас все он разрешает далее 29 стих то скольки к чайшему думаете наказанием повинен будет тот кто попирает сына божия и не почитает за святыню кровь завета который освящен и духа благодать и оскорбляет бог дает благодать благодать помощь в избавлении от греха и вы имея эту помощь попираете сына божия далее мы знаем того кто сказал у меня отмщение я вас дам говорит господь и еще господь будет судить народ свой страшно впасть в руки бога живаго какого какого бога новозаветного или ветхозаветного да новозаветного уже но он один и тоже и того и того он просто вот так вот чтобы понять не было с эритикам этим объяснять вспомните прежние дни ваши когда вы быв просвещены выдержали великий подвиг страданий и так далее ничего новый завет никаких послаблений не дает судя по этому стиху наоборот с нас еще больше будет спрос вот почему больше потому что вот благодать христова излилась на нас так 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 ну что вопросы есть давайте теперь час прошел у кого вопросы Игнать Тихоновичу не по теме может быть есть за это время появились и 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 не расслышал что такое скромность скромность это черта характера или греховное качество обмыстия ребят скромно по мере того что дано скромно промолчал видя что неважный спорт задавние вмешивается скромность проявляется в малом ребенке в детском саду еще он скромный стоит тихо а другой он кричит во все горло это одна и на жизнь очень скромный никогда не будет выделяться криком ведет себя скромно по достоинству знает где а что грех греха конец нам борются скромности и наши доброе качество проявляется вложены неча духом она прямо прикасается вложены как смиренная смертной придите научитесь от меня ибо я скромен и смирен сердце атакащи собачьи силы стеснительность стеснительность да да а под господом улица надо вести себя скромно это одиннадцать двадцать восемь евангелие атмосфер возьмите за оригинал и больше объяснять ничего не надо скромностью подобрать господом определенное счастье поведение причем у вас так туманов я вижу вас текст чисто а я сам себя вижу как тумане почему вы что-то закачиваете так точно вот именно такая причина а я тут и протираю глазок уже все более того же вас плохо слышу даже потому что вы закачиваете трафик исходящий плохо идет ну понятно меня законе за сразу 14 ролика за загружает я вернула хочет я же не знаю какая величина мы вижу что не пульс а вот ладно игнать их можно вопросик а это не связано с гордыни скромность евангелие атмосфер сергей прочитай имеется ввиду стеснительность дигнать их стеснительность да хорошо это тоже самое русский язык очень богатый 11 28 послушаем что нам скажет господь евангелие атмосфер 11 глава 28 стих придите ко мне все труждающиеся что и обремененные и я успокою вас успокоит кого и как сейчас оно дает качество которое необходимо чтобы человек жил спокойно врагов не наживал возьмите и учить да вот игорь господне какое это от господа игорь когда его тяжело надо себе это культивирует все время держать себя на узде и научиться под этим качеством труждающиеся обремененные то есть они не имея этих качеств труждались не трудились а труждались то есть им было скромно людей трудно их одергивали у нас бывают были такие есть сейчас еще а гордыния тут никак не подходит даже близко наоборот она уничтожает гордыню а гордыния это уже переход с здравственностью он без бога все может делать это уже не гордость а качество сплошным потоком идут а который человек смирен и кроток и смирен сердцем вот качество тогда найдете покой душа вашим так что кротость и смирение то что сатана ненавидит он же Антоний говорит ты сколько постишься он говорит две недели три а я совсем не ем уже миллионы лет ты сколько можешь не спать за сутки а я вообще не сплю а чего ж тебе не хватает надо быть смиренным перед Богом вот терпеть не могу это слово такой диалог известный что сатана разговаривал со святым это отвечает мне еще вот эти два стиха только считает все и тогда тебе будет это легко выработать тебе потому что это иго господи возьмите иго мы на себя и это иго кротость и смирения называет благом я не могу еще сказать кроме того что на практике вот где-то что-то говорят я знаю неправильно я сижу в вузах в тюрьме и в это время я молюсь стучит на стучит вот между молитвами я вижу разговаривают двое и тот кто нападает тот не прав мне только одно слово сказать я знаю как они ко мне с почтением с уважением относятся но я должен дальше смотреть я кротко это перевести должен я сразу наживаю двух врагов а мне зачем это кто такой смиренный мужик приходит домой на печке сидит баба чужим мужиком он ее не выиграл ничего такой смиренный у нас деревне было такое все больше нечего отвечать двадцать два стиха одиннадцатой главы вангра я благодарю да господин это я не вам отвечаю это дух святой вам отвечает дух святой хиха это всегда говорю смотрите иисус христос автор нашей библии то есть дух святой движимый духом святым писали божий человек и сатана искушение дает господу он бы мог бы сказать господь а раз он автор книги и добавляет святому завету еще двадцать семь книг а он христос ему цитирует из святого завета на три искушения три вопроса три требования господь отвечает листами писания а он автор писания он бы мог ответить ему сам нет господь берет то что известно из священного писания и что не менее удивительно что сатана вот суша фото не словом а прикинь и глаголит а человек начинает вякать в этих словах я так понял какая-то лазерная сила которая прожигает сатану и он не может больше слова сказать мы научиться должны мысли так я вот сегодня расставал материал пришлось сеть мне написать сегодня о празднике введения в охрану богородицы так кто получал от меня его кто считал голос подайте все читали все считали кто не согласен твой вопрос кто не согласен напишите против а где там не согласен но видите сколько мест и сами по лице доказать должен что ход туда не был разрешен далее строго следить за наблюдением и когда нарушалось что там делали берут лидии и канонические показывают все на улице и невеста которая от солнца не видела и те выбежали кричат и в окне и везде а тут он был тот кто призывал закон соблюдать его нарушен с чего брать это тоже монахи просто совершенно еще не думают его убили сразу его убили тут же они перечень не останавливать сохранить закон друг повел его святая святых зачем девчонки четыре года ей куклы играть света нету там нету нет целый вот там не бывает ни окна нет ничего и чтобы она там делал там вопрос зачем туда когда преграды смертельная смертельного не крат смертельного не в клан священников и наши смертельного китай святых геннадий пусто было а там пусто было в этой святой святых дальше речь идет вообще со скрижами на скрижали тоже и не было меня не знаю тем более скрижа который бог написал он в огне разбил и по нашему когда библию порвал качки моисей а дальше сидел зубилом и сам писал правильно но богородица там были было кофе то есть ее туда и поместили зачем выходить она была это мы уже знаем только речь то не идет о том что как мы понимаем а что они действительно охраняют и день и ночь тут не надо это подсовывать что она означает мы это знаем но это нигде не сказано что теперь это духовное понимание ковчега на плотское вывести туда же плохое было ширмое это замеса было господь разобрал во время смерти христа она ковчег и что теперь отсюда она в то время то еще и ковчега мне было ковчега лежали лежали господь ничем необъяснимо я считаю это просто глупость вот антони блюм сурочки он это не никак не признал он по нему говорил прямо что это глупость я привожу все листописания там написано идет по войдет да будет предан смерти и предан смерти 3 предан смерти находил он был вела туда на кого вы считаете когда не боятся лишь решать сделать но к сожалению церкви сейчас все говорят по-другому но нам не надо что как все написали у тебя привел места писания то не согласен приведите места писания что можно было вводить туда девочку женского пола я дальше показывал вам завете даже в новом завете и то я вас так не заносит когда и 8 дней то я даже не доносит перед иконой и крестообразный священник креститый назад а мальчика доносит девочка там было никто не мог быть ни один священник не мог там быть не тем более на заводит ее начало там каждый день туда должна была заходить у меня без него ничего они не считали библию они невежды были кто составлял это они думают вот мы туда его заведем есть что-то добавить и ничего не надо добавлять при ней все было и не место освещает человека человек место все перевернуто еще насмешка а мы еще непонятно почему ее там ждать вот с чего вы бы ее ждали там перед священник и священники они же откуда они знали про нее о чем они ждали тушат на вот это все выдумка никто не знал христа даже христос уже на кресте и и все еще не знаю если ты церковь и церковь если если ты церковь и дьявол не знать а тут священник кто-то знал бы говорить не о чем-то совсем не надо библию руки брать там на пера смерть когда я сам маленького сохранили авторе мегаполия который убил и остальных сыновей она зашла увидела закричала йоги сопровождали из храма чтобы она вышла она влетела туда сколько только вышло и сразу поразили на какое-то особое место там сегодня выставил материал где могли находиться женщины это как в мечети ни одна не зайдет туда чтобы она не была вот она должна быть таким щедрою волды бои которые у них там самые главный имам он женился на европейке она очень умная женщина она в разных конференциях участвует приняла ислам и везде выступают и она без щедры на него стали нападать он говорит вы забыли какой-то пункт 17 что имам может это отменить по отношению к кому-то вот я отменил и все заглохли обещали как будто раскрепощенная такая женщина на стороне все привечно длинное платье так давайте роман счетом у тебя роман фроликов задает вопрос бог слава отцу и сыну и святому духу и на тихомыч вот мы все-таки ты знали мы знаем про этот праздник теперь но как мы должны все-таки к нему в итоге относиться мы узнаем правда как все должны ходить молиться и праздновать и не работать если можем и в этот день есть рыбу хотя среда все дальше еще не надо это мы просто знаем относиться как и должно как церковь установила а это просто для знания все поняли стало на место скромно видите себя вот как раз здесь и нужно скромно и кротко принять потому что на спасение это не влияет никак написано и написано прошли больше нет того кто написал зачем водить мы увидели что там не могло быть это выдумка все на этом закончилась дальше я написал пошел к рома лице вот скромно 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 тихо не было а вот сказали так вот это такое забрали все туда не пойду а вот как она этого и ждал вот я как мы вас не поймем вы все так видите открыто и в то же время одобряйте кого одобряйте я не одобряю я просто знаю сами говоришь это быть не могло не как никому 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 то священник патриарха вы меня учите когда зайти когда хочу все сразу убили было там один раз в год готовился первосвященник патриарх папа вообще это мы привыкли к беззаконим а она вообще да она остается ко всем остается никто это не знала кому потом уже когда она уже беременна стала теперь мы видим за 4 года девчонки и никто не знал что она такая наоборот и короба разъемом могли считать или еще что-то у евреев был такой обвиняли еще вопросом есть роман да роман задает вопрос бог слава отцу сыну и святому духу наказывает грешных людей нескончаемыми мучениями или якобы по безликому закону божию люди наказывают сами себя вопрос бог наказывает либо сами себя наказывают и второй вопрос и второй вопрос что означает безликому что это выражение откуда он взял его это кощунственное слово как оно могло вмешаться сюда безликому привык к нему не выскоряешься по безликому это оскорбление выброси это слово в милое дальше прекратятся ли мучения грешных людей и сатаны в гиене огненной по любви божией к своим творениям так ответ чего в библии нет о том не рассуждаем я готовлю видя если допустим так мы понимаем откроем 25 глава и прямо говорит концовку до 5 главы прочитай москве 25 глава на самом конце дальше 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 шестой стихом кажется на не пойдут сию муку вечную праведники в жизнь вечную слово вечное в одном предложении через запятую если мучение не вечное то и жизнь не вечная вот мы можем так подумать а тут он говорит накормили напоили посетили навестили по отношению к слову божию нужно вести себя корректно страхи божьем кротко смиренно бог сказал слушает раб твой все и что понимал под этим но может это и не роман даже написал не может роман такое писать разумный человек нет это он написал не безликий бог а безликий закон что кого-то вы люди как-то без бога сами себя наказывают то есть бог свое творение у него мысль такая уже любовь значит он творение не может наказать творение само себя наказывает на бог его любит творение ты оставил меня говорит господь отступил назад поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя я устал миловать ну кто погубиться сам себя и бог наказывается за наши дела наказывает ты отступил заход говорит я на тебя простру руку твою руку руку может отвести и погублю тебя кто это говорит бог зачем вы думаете человек сам себя наказывает такой вроде стоило ли вам за бога так препирать и лгать его говорит зачем на бога ложь возродить для него наказание это есть проявление высшей любви не надо за бога играть и наступать нет не сисюкал а друзья говорили казал более правильно находите их даже не принял молитвы жертву привести себя поводится за вас ел чек сорок первого года заканчивается не подумала роман что написал не знаю это или так просто до красного слова не надо это если закон я а мы преданны греху рахель задавая вот сегодня я быстро там ураева ролик поставила в чем согрешили а там и его и там он в 21 минуты он начал говорить о том что вот и его это было имя ангела это не вовсе не бога вот что стало скоро и что он такого колесец унесется вот него и обратите какое отношение мы там живой и скажи протодиаком всея руси и пожалуйста разъясни мне что ты хотел сказать ведь ясно написано что бог говорит свое имя и Бог так вот с ним разберемся спаси Господи слава Христу я отвечаю на словах на свои слова за писание где-то а то что я сказал подкидывать меня там правильно неправильно прокомментируете чего ради у меня времени нету вот сегодня чтоб почта разобраться мы стоим 440 а я 20 минут второго я уже на ногах был совершил ночную молитву и скорее сажусь пока Володя в плеч затопил да и скорее опять ответ от письма писать вот даже вот то что написал про праздник вы знаете сколько раз я должен библию знать найти выставить а можете что-то добавить еще уже не могу добавить взял все и охрана и запрет и все это показано что люди писавшие что вели в алтарь это совершенно неверующие геннадий Тиганович расскажите пожалуйста про катехизацию что нужно знать читать и так далее подробно про катехизацию про катехизацию про катехизацию про катехизацию про катехизацию что-то нас все знают это вот мы проходили тогда весь новый завет ну такого нигде нету главное что знать что Иисус умер за тебя и ты принял что ты погибший грешник этого можно ну дать место в сердце но мы делали больше проходили весь новый завет известная песня и противосектантские у нас уходило пять лет подготовка пять лет а если вы в краны ходили все знаете значит меньше самое главное чтобы знать а потом остальное уже будет добавлено входит то что ты согласно писанию поверил что бог никому ничего не прощает ничего за так не прощает не то что там я назову бога каким-то именем другими он мне простит и зато нет в возмездии за грех смерти сегодня мы считали риме 623 смерть ну вот я просто по-человечески говорю сад у меня сад ребенок зашел ну они пока как дети малые или даже странник зашел какой-то и сорвал один плод и съел ну яблоко грушу там разница то какая ну выговорить самое большее что можно ну не драться его полезно а тут за этот грех грех названо грех умерло больше 100 миллиардов людей уже и сделала с мертвой сняк природа все животные все молекулы все сделала с мертвым весь космический эфир на полноцом формалином почему а мы не знаем силы греха но и благодать сильное покрытие там все достаточно если бы миллион галактик было земель таких как наша земля жертвы христовых хватило бы мы не понимаем нам не понять но мы должны сказать да и аминь любовь креста безмерно велика и широка и глубока вот так поется когда признал себя гречником погибшим хочешь спасти теперь должен поверить что он умер за меня что он взял грехи мои он не просто был распят а распят за меня я вам зато узко усваивая это тогда ты поймешь виновен я и творозный грех и нажитый мною с какой стороны не посмотрю везде я грешен ащисти нас от всякие скверно и спаси благие души наши вот это а когда это понял принять его теперь получить рождение свыше катышизации в этом заключается что библия слова божьими ни одного слова не пройдет ни одна буква не пропадет ни одна черта а то ее переписывали сотни раз переписывали но в завицу уже не переписывали так у каждой строчке на полях написано сколько букв в этой строчке у каждой строчке На полях стояла цифра, сколько букв здесь, как подготавливается, на каком пергаменте, как человек молится, какие чернила. Всё описано было, как писать. Если было так, что обнаружено было две ошибки, две, весь свитер, который писали уже, может, лет пять, подвижало уничтожить. Поэтому они тряслись над этим. И люди говорят, да переписывали по-разному, как... Ну, это просто ветер в голове ниже. В Библии не утеряно ни одна черта, ни иота, ибо они оценили дороже неба и земли. Небо и земля приедут, но слова мои не приедут. Ни одна иота, ни одна черта не пропадёт. Я специально сделал расчёты, сколько чёрточек и сколько икраток. Я могу это сказать даже. Одним моментом. Если вы не знаете. А то ни одна черта, ни одна иота. А сколько черта? Никто не знает. А почему не знает? Да никто никогда об этом и не думал. А мне вот тронуло это... У тебя сейчас по Библии так... Библия, статистика, вот так. Сейчас. Вот Библия. Если что, можем даже посмотреть. Толкование. Статистика нашей книги. Это неправильно. Статистика Библии. Вот она где, в другом месте. Вот сейчас я скажу вам цикл эту. Я много времени потратил. Сколько букв. Сколько каких знаков. Всё здесь есть. Пишите. В Библии щёрточек. В Библии щёрточек. Три тысячи четыреста сорок. Во всей Библии синодальной. С неконорологическими книгами. Три тысячи четыреста сорок. А иоты и краткое. Двадцать шесть тысяч пятьдесят пять. Двадцать шесть пятьдесят пять. Вот таких данных никто вам не даст. Ни скачу. Никто не даст. Почему я сделала это? Мальфея пять восемнадцать. Ибо истинно говорю вам, до поля не предет небо и земля. То есть не исчезнут. Ни одна иота. Или ни одна черта не предет из закона, пока не исполнится всё. Вот теперь я уже знаю, сколько. Вот чтобы Библию всю насчитать, по мне потребовалось. Я насчитал. Она в интернете стоит. Восемьдесят девять часов. Запишите, кому надо будет. Восемьдесят девять часов. Пять минут. Тридцать восемь секунд. Объём. Объём. Пять целых две десятых гигабайта. Пять целых две десятых гигабайта. Дальше. И у меня написано 215 файлов. Вот так. Могу дальше ещё сказать. Можете записать, потому что больше у вас не будет. Вот. Точек. Двадцать семь тысяч семьсот восемьдесят две точки. Двадцать семь тысяч семьсот восемьдесят две запятых. Восемьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре. Это любовь к Библии. Точка запятой. Двенадцать тысяч двести шестьдесят восемь. Двенадцать тысяч двести шестьдесят восемь. Игнать Тихонич, вы скиньте в чат этот файл сюда. Ладно, попутно прочитаем. В ответственных 2170, а в опросителях 3362. Вот что интересно. Ну вот и всё. Вопрос стоял, но Эву выполнил. Мы их считали на трёх калькуляторах. У меня друзья были помогать мне тут. Так, ещё вопросы есть? Или будем заканчивать? Время уже. Игнать Игоревич, расскажите исповедь и причастие. Как часто исповедоваться и причащаться? И можно ли исповедоваться некрещённому? Хаяни, да. Ну а как оттальцев после крещения? Ну то священник решает. Хотя они идут исповедовать крещением. Так и должно быть. Тут уже они определяют, решают. Вот вопросы какие, практически все разрешённые. Если вы пожелали крещения, надо готовиться серьёзно. Где оглашенные, идите выходить. Занимать всё. Считать, полюбить Слово Божие. Полюбить. Как в свободное время, сразу за Слово Божие. Меня часто спрашивают, сколько время уходит на вас. Я что-то сказал, 90 часов фактически на Библию. 90, это почти по одному часу три месяца. Три месяца. Но на Библию, а вы сколько тратили? У меня иногда уходило до 10 часов. И ненавидарова. Нет, я этого слова не знаю. У меня стихотворение, где Слово Божие, я полюбил как. И что интересно, вот, даже говорить неудобно. Меня спрашивают, а я в это время работаю на стройке. Тяжёлая работа, с отбойным молотком. Там полы, там двери на себя вставлять, дома отдавать. Спросят, а обедал или нет? Я не мог ответить. Запоминают столько мест Библии, а этого не могу попомнить. Живот пощупаю, и не могу сказать, то ли ел я, то ли нет. Приходится записывать, чтобы знал, я поел. То есть, настолько это всё далёкое делается, как будто я и не живу уже здесь. Ну, естественно, я не ел, то я не знаю, ходил и на двор. Только не могу сказать. Оно связано одно. Ты когда задумаешься о самом простом, как я на Патауль говорю, как Бог устроился, когда мы идем, пищу рассматриваем, а когда пища уже готова, афедром называется, из человека выходишь, чтобы он не видел, было сзади, чтобы не было отвратительно. Просто и понятно. И это всё мудрость Божия. Премудрость. Как Василий Викторович говорит, почему волосы растут, а брови не растут. Брови-то короткие. А иначе мы не глаза застилали. А чего брови? Это как козырёк, что, пот не попадал в глаза. Да не придумаешь даже. Козырёк над окнами. Ну что, проверим домашнее задание? Да-да. Давай, здесь. Машин, а я об этом и скажу. Да. Напомню, был стих в прошлом занятии, надо было всем выучить. Стих. Иисус на Вен 1.8. Да не отходит сия книга закон от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять всё, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать бодрозумно. Так, я вот сейчас буду называть имя, фамилия и на честность, то есть, ну, и... Человек должен... Наизусть... Наизусть... Сказать. Сколько бы ты располнишься сегодня. Мне жалко тебя. Ну, давай. Давайте. Я всех записал в прошлый раз. Все понимают, что это всем на пользу. Быкова Галина. Давайте. Как запомнили, так запомнили. Хорошо. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять всё, что в ней написано. Тогда... Будешь ты успешен в путях твоих и будешь... Нет. Слава, что уже успешно. Будешь поступать бодрозумно. Будешь поступать бодрозумно. Слава Христу. Симоненко, Ольга, четвёрка. Так, Симоненко, Ольге нету, да? Да, есть. Есть, есть. Система. Но... Есть, есть. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но получайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять всё, что в ней написано. Тогда будешь ты успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Всё, пятёрка. Так, Александр... Александр был... такой... Просто, Александр. Ну, надо, чтобы все поставили фотографии и была подпись. Чтоб всё, судьбы или женщины, все в плотках. Такое правило. Так, а... Виктор Савченко? Не спит Виктор Савченко. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но получайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять всё, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Пятёрка. Аллилуйя. Виктор Ярош. Да, слушай. Это... Вещества хватит, наверное? Троих спросил и довольны. Всё равно с этим напряг создал. По 37 минут уже мы зашли. Урок кончился, звонок. Я всё равно потом проверю. Так. А если кто не выучит... Спасибо. Давайте помолимся. Желающие получать пятёрки и двойки могут продолжить. Достойно есть якова истину, Блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога Нашего, Честнейшую Херубим, И славнейшую, без сравнения, Серафим, Безыстрения Бога, Словородшую, сущую, Богородицу Те величайне. Надежда Васильевна, пусть помолится. Благодарим Тебя, Христос, Честней Бога, За все Твои медвечания, Милость и любовь Твою к нам Недоскорим и грешником. Слава Тебе, Что Ты позволяешь ещё нам Проводить эти занятия, Собираться вместе. Слава Тебе, Господи. Помоги нам всё запомнить, Как должно. Иметь любовь к Твоему слову И к Тебе, И к Моритве, И дарю любви. Без полный недостаток каждого, Если что, мы не имеем ещё так. Прости нам, Что где-нибудь так не поступали, Сказали, сделали по мысли. Будь милостив к нам, Недостойным грешником. Благодарим Тебя за всё. Великий Бог, Отец и Святой Дух. Аминь. 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 Посмотрите задание на следующее занятие. Вот я вам всем картинку отправил. Спасибо, Христос. Аминь. И те, кто хочет проверить свои знания, Можете оставаться И получить оценку. Спаси, Христос, с Богом. С Богом. С Богом. Спаси, Христос. Спаси, Христос. С Богом. Виталий. Давай расскажи, Как ты выучил. Мирно. Мирно. С Богом. Да не отходит книга Да не отходит себе книга Закона от уст твоих. Но поучайся в ней день и ночь, Дабы в точности Исполнять всё, Что в ней написано. Когда ты будешь успешен В путях твоих И будешь поступать благоразумно. Прошу-ка Помолитесь. Отец у меня, видимо, На исходе. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Надежда Васильевна. Да не отходит эта книга Закона от уст твоих. Но поучайся в ней день и ночь, Дабы в точности Исполнять всё, Что в ней написано. Тогда ты будешь Благоуспешен в путях твоих И будешь поступать благоразумно. Две ошибочки. Иисус знали. Ага. Спотыкались. Как маленькие. Поторопилась. Не благоуспешен, А успешен. И впереди Вы сказали, Да не отходит эта книга, Там сия. Ну, Смысл уловили. В библии перевод, В некоторых библиях, Это уже сия. Перевод это. Я так и заучила это. Ну, да ладно. Ага. Ну, можно пятёрку поставить. Пенсионерам у нас скидка. Сергей Павлович, Давай. Иисуса Новина 1.8 Да не отходит сия книга закона От уст твоих, Но получайся в ней день и ночь, Дабы в точности исполнять, Что в ней написано. Тогда будешь успешен в путях твоих И будешь поступать благоразумно. Да, сразу видно, Кто-то занимался по методике. Что, ни одной ошибки? Я, по крайней мере, не слышал. Так, Екатерина Ткаченко. Дабы в точности исполнять всё, Что в ней написано. Всё пропустил. Рома заметил. Так что, не до конца выучил. Дабы в точности исполнять всё, Что в ней написано. Спаси Христос, Рома. Так, Марина Михайлюк. Попробую. Да не отходит сия книга от уст... Да не отходит сия книга от уст твоих, Но получайся в ней день и ночь, Дабы в точности Выполнить всё, что там написано. Тогда ты будешь успешен в делах твоих И будешь поступать благоразумно. Уже хорошо. Как-то так. Там исполнять... Твёрдое. Там вы сказали исполнить, А надо исполнять, Дабы в точности исполнять, То есть исполнять постоянно. Не один раз исполнить. Вот мы когда с Виталием учили, На это акцент сделали. Да, мне Ваша методика понравилась, Я смотрела, Но сама не пробовала. Да, а Вы сказали в делах, Да, ну в путях, в делах, Это слова-синонимы в данном смысле. И книга закона. Да, и Вы пропустили слово закона. Да не отходит сия книга закона. Вы просто... Да не отходит сия книга. Ну понятно, что книга Библия, То есть тут тоже как бы... Давайте, Владимир Паченко. Иисус на Вене 1.8 Да не отходит сия книга закона от уст твоих, Но получайся в ней день и ночь, Дабы в точности исполнять всё, Что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путешествии И будешь поступать благоразумно. Ты добавил, а там нету слова. А там слова ты нету. Тогда будешь... Или есть там ты. Есть ты, хочу мне. Есть. 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 Так, так не получилось. Это я вот на себя не написал, значит. Олег Бушилов. Да ты. Ага. Слав, можно сделать это? Большое это. Да. Дело в том, что, когда я знаю места писания, И когда где-то что-то написать, например, Там на карточке или кому-то написать, Я всегда пользуюсь только оригиналом. То есть на свой планик никогда не надейтесь. Это это не надо. Ну да. Что, могу проголосить? Не, начинай. Иисус Моин 1.8 Да не отходит все книга от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, Дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Те же самые ошибки повторяются. Книга закона, закона, так же вот как, точно такие же, как у Марины Михайлов. И вторую ошибку. Вот уже забыл. Да не отходит. Исполнять. Да, а, да. И надо говорить исполнять, а вы говорите исполнить. Исполнить и исполнять смысл разный. То есть вы коверкаете смысл. На это заострите внимание. То есть книгу нам надо этот день и ночь учить, чтобы исполнять, а не исполнить когда-то, потом или один раз, а потом не исполнять. Понимаете смысл? То есть она не отходит от уст твоих, вы в ней живете, и вы эти законы в этой книге исполняете. Вчера исполняете, сегодня исполняете и завтра обещаетесь исполнять. А слово исполнить... А чтобы исполнить, ну, рано или поздно мы... обещаем все исполнить, но тут... Может тогда вкраса вот такая мысль, что... Ну, можно один раз исполнить и больше не исполнять. Или потом когда-то перед жизнью все мы когда-то исполним. Может быть потом половину. А может быть и нет. То есть исполнять нужно и выучить, и исполнять. Нять. Вот уже вторая, второй человек одна и та же ошибка. То есть вот... А мы когда учились, Виталий это проговаривали. На это акцент ставили. Вы очень стройкий учитель. Поэтому у меня... Екатерина Ткаченко следующая. Екатерина Ткаченко. Надежда Благодатская. Да не отходится. У тебя книга отсутствует. Но пущайте мне день и ночь. Да, вы хоть не исполняете все, что написано. Тогда больше успешно в делах поступают благоразумные. Тоже слово закона пропускаете. И путях на делах меняете. Те же ошибки повторяются почему-то. Или перевод другой, или что. Я сам когда учил, у меня тоже самое эти ошибки. Автоматически лезет вот эти слова. В делах лезут, да? Угу. Так, давайте следующий. Петр Фетченко. Учил ли брат? Нет, не учил. Ну ладно, на следующий раз. У меня нечем это самое. Книги нет. А я присылаю там, посмотрите, картинка прям в картинке. Вы прям выпишите и все. Роман Фроликов следующий. У кого книги нет, я могу подарить библию. Кому выставь? Петру Фетченко. Пусть он напишет в адресе, я ему вышлю. Бакаров, Виктор. Да не отходит себе книга закона от уст твоих, но получайся мне день и ночь. Чтобы в точности исполнять, исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих. И будешь поступать благоразумно. Залоновался. Я 10 раз повторил и на последний ошибся. Да бы, а что бы. Ну, это тоже слова синонимные. Лучше да бы говорить уж так. И исполнять, исполнить. Ну, вы исправились. Может, кто ошибок, повторять, может, еще раз просто, чтобы человек повторял. Ну, да, лучше, да, доводить до того, чтобы без ошибок повторить. То есть, может, четверку... Еще кто-то не рассказывал? Можно сказать? Да. Да не отходит с себя книга закона от уст твоих, но получайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. И ты будешь успешен тогда в путях, и будешь поступать благоразумно. В конце, маленький. Тогда ты будешь успешен в путях твоих, и будешь поступать благоразумно. И тогда ты... Ну, смысл правильный, а точности нет. Спасибо, Христо. Слава Богу. Так, сейчас я-то себе тоже поставлю. Я вообще не помню, как будут у меня ощущения. Так, да не отходит сия книга закона от уст твоих, но получайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен во всех... Тогда ты будешь успешен в путях твоих. И будешь поступать благоразумно. Написано, не добавляй, не убавляй. А ты добавил во всех. Но смысл не меняется, если... Это моя ошибка. На протяжении 2 дня я не могу во всех выкинуть у себя. Ну, ну, логично, если исполнять все, то и во всех путях, все во всем, Бог, то... Ясно, когда учащик. Молодец, сынок. Давай. Молодец. У меня есть ролик один записанный. Я был, когда в лагерь оставался, когда братья уезжали в миссионерскую поездку по Европе, знать, типа, я оставался один, там, с дрогатами. И вот меня тоже, они заучили места писания, 9 БЖ, 10 заповедные язык знали, это, Верхозаветные, и 120-я была. Я не спросил, говорит, а сейчас вас где его, и давай меня спрашивать. Тоже испытывали там меня. Ну, кое-где я тоже ошибки сделал. А Нестор Дробот четко отвечал, вообще, мне нравилось. А вот сейчас вот все будет, все, раз не повторял, все пошел. Сейчас жена моя расскажет. Тихо, тихо. Книга Иисус Навин, 1.8. Да не отходит вся книга закон от уст твоих, но получайся в ней день и ночь, даже в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь... успешно встречаться и будешь поступать благоразом. Ну, все. Ну, все-то да. Надо повторять это постоянно, потому что забывайте, если не повторять. Хоть раз в день, но два надо вспомнить. Да. Иисус Апостол, а следующий, это будет следующая строчка? Следующий, вот я прислал, посмотрите, в чатик. Спасибо, Иисус. Все, пока по Писанию идем. Три занятия. Ну, все, братья, спаси Христос за поддержку. Будем дальше учить месть. Вместе веселее. Аллилуйя, аминь. С Богом. С Богом. Аминь, спаси Христос. Спасибо, Христос. Аминь, спаси Христос.